Всем привет! Сегодня 19 сентября, Московская область. Я собираю урожай моркови и свеклы. Обе грядки по 6 метров, ширина их 80 сантиметров. Сейчас 8 часов утра и у нас 7 градусов тепла. И мне нужно собрать урожай до часу дня, потому что дальше передают дождь. И уже в конце уборки я вам покажу сорта, которые я выращивала в этом году. Продолжение следует... На уборку этих двух грядок у меня ушло буквально полчаса. Как вы видели, морковь я не копала. Вообще земля у меня огородная, это суглинок, тяжелая. Поэтому при посеве корнеплодов в грядку всегда добавляю песок. Все-таки на более рыхлой почве морковь и вообще все корнеплоды растут намного лучше. Это урожай с одной грядки моркови. Довольно-таки приличный. Это при условии, что мы уже морковь, конечно, едим. И с одной грядки свекла. Но теперь я хочу поподробнее рассказать о сортах, которые выращивала. Гибрид дордонь. Я в этом году эту морковь выращивала первый раз. Покупала семена по отзывам. Нанского типа, средних сроков созревания. Корнеплод красивой цилиндрической формы, яркой окраской. Длина корнеплода до 20 см. Сердцевина интенсивной ровной окраски. Мощная крепкая на отрыв ботва. Отличные вкусовые качества. Картинка очень красивая. И на самом деле корнеплоды очень красивые. Они выровненные, тупоконечные. Ботва действительно мощная. На вкус мы уже ее пробовали. Очень и очень она сочная. Мы любим делать салаты, когда натираешь на терке и добавляешь чеснок. И действительно салат получается очень сочный. Я в этом году хочу по приезду из отпуска попробовать сделать морковно-тыквенный сок. Эта морковь идеально подойдет для соков. Потому что действительно она сочная. Сейчас разрежем, посмотрим, что внутри. Как и написано, интенсивный оранжевый цвет. Сердцевина прям малозаметная. Она тоже окрашена в оранжевый цвет. И вкусовые качества действительно ее великолепны. Мне очень понравился этот гибрид. И он именно для длительного хранения. На пакете еще написано, что морковь устойчива к позеленению верхушки своей. Но все равно прослеживается небольшое зеленое пятно. Но она незначительная, совсем немного. Из недостатков этой моркови уже было замечено, что если вы опоздаете с уборкой моркови, то она начинает трескаться. Ее главное вовремя убрать. В общем, недельки-полторы назад ее нужно было уже начинать убирать. Есть плоды, которые растрескиваются. Вот так. Есть, конечно, морковь и корявая, рогатая. Но ее очень мало. Из двух шестиметровых рядков у меня получилось штук 5 или 6 таких корявых корнеплодов. Также есть морковь, поврежденная морковной мухой. Но тоже их небольшое количество. Потому что я морковь в этом году ничем вообще не обрабатывала. Только был полив. Все. И за сезон я, наверное, два раза ее проредила. Еще такой момент, что в таком пакетике мало семян. Всего лишь 0,5 грамм. Но они обработаны. И мне двух таких пакетов хватило, чтобы засеять два шестиметровых рядка. При посеве такие семена оказались очень удобны. Сорт болтекс. В этом году выращивал первый раз. Семена покупала по отзывам. Средне-поздний сорт. Корнеплод конической формы. Оранжевый, длиной до 16 сантиметров. Используется в свежем виде для переработки длительного хранения. Ценится за стабильную урожайность. Ровные корнеплоды. И хорошие вкусовые качества. Действительно, корнеплоды красивые, выровненные. Они все небольшие. Я уже здесь морковь эту нарезала, чтобы вам показать, что же внутри. Сама мякоть и сердцевина ярко-оранжевого цвета. Плечика зеленого практически нет. Иногда попадаются экземпляры с плечиком, но их очень мало. И сочно, и вкусно. Но если сравнивать с дардонь, то дардонь будет она намного сочнее. Есть экземпляры, которые повреждены луковой мухой. Но, в отличие от дардония, ни одной моркови у болтекса нету растресканной. Все корнеплоды целые. Вот как раз корнеплод поврежден луковой мухой. Они все вот такие ровненькие, красивые, замечательные. Сорт мне действительно понравился. Какую ни возьми, она вся хорошая. Качество, конечно, корнеплодов на высоте. Попадается очень приличное количество небольшой, мелких экземпляров таких. Но, как я уже прочитала, что это сорт средне-поздний. Его можно было бы убрать и попозже, чем дардонь. Она бы еще наросла, но убираю все в один день. И еще, конечно, размер зависит от прореживания. Если дардонь, семена были обработаны, их удобно было высевать, то у болтекса семена были не обработаны, просто россыпь 2 грамма. И, конечно, их высевать было сложнее, держать расстояние между семенами. Поэтому нужно прореживать. Я его проредила всего лишь 2 раза за сезон. Это мало. А так морковь была бы, конечно, покрупнее. Отличный сорт. Мне понравился он. Свекла гибрид кестрил. Это японская линия, раннеспелый, корнеплоды шаровидной формы, темно-красного цвета, без колец. В этом пакетике 1 грамм семян. И мне хватило засеять 1 6-метровый рядок. Свекла отличного качества. Я уже ее пробовала. Сочная, действительно вкусная. Плоды могут быть и такие крупные, очень крупные и средние. Все зависит от того, как вы посеете. Если ближе к друг другу, то они будут помельче. Если сильно разрежены, то плоды будут крупные. Или срывайте их пораньше, так как гибрид раннеспелый. Или сейте погуще, если вы хотите, чтобы корнеплоды были средние. Сейчас разрежу, посмотрю. Действительно колец нет. Очень красивый, насыщенный цвет. И вкусовые качества у этой свеклы действительно очень высокие. Мне понравился этот гибрид. Всхожесть была практически 100%. Сорт Чудо Асгроу. Это очень раннеспелый гибрид. Корнеплод округлой формы. Мягко-темно-бордовая. Сочная, нежная, плотная. В этом пакетике 2 грамма. Всхожесть была максимум 40%. Действительно, корнеплод округлый. Внешне очень симпатичный. Есть корнеплоды и средние, есть и крупные. Я еще раз хочу сказать, что регулировать корнеплоды можно с помощью уплотненности посева. Чем плотнее посев, тем, конечно, плоды будут мельче. То есть, здесь плоды были близко посеяны друг к другу. И они вот такие небольшие. Так, разрежем, посмотрим, что внутри. На пакетике написано, что вкусовые качества отличные. Я пробовала эту свеклу, варила, делала салат. Неплохая свекла. Насыщенный бордовый цвет. Колец абсолютно нет. Да и по вкусу она сладкая и очень сочная. Мне понравился этот сорт. Но единственный недостаток, это была всхожесть. Следующий сорт цилиндра. Очень старый сорт. Все его знают. Мне кажется, все его и выращивают. В цилиндрической форме корнеплода есть и средние, есть и крупные. В общем, все зависит от посева и дальнейшего прореживания свеклы. Вытянутая форма, продолговатая. Колец нет. Корнеплоды сочные, насыщенные бордового цвета. Подходит изумительно для всех видов салата. Как только морковку выкапываю из земли, нужно сразу обрывать ботву. Иначе корнеплоды начинают вянуть. Я уже ее перебрала. Здесь морковь на хранение. Получается такой хороший мешок. Это 6-метровые грядки. На небольшую семью это вполне достаточно. Здесь в ящике морковь. Это которую нужно сейчас употреблять. Это свекла. Это тоже на хранение. У нас сегодня холодно. Сейчас обед. Плюс 10 градусов. Ветерок хороший. Поэтому сейчас она у меня на ветру обсохнет. В этом году я мыть ее не буду. Потому что земля была сухая. Морковь чистая. И сделаю все очень легко и быстро. Потому что времени у меня совсем нет. Она у меня сейчас полежит хорошо. Так часика 3. И я ее уберу в полиэтиленовый мешок. И опущу в погреб. И морковь, и свеклу. Всю ботву от моркови и свеклы я в грядке не закапываю. Все это пойдет в компостную яму. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok